Вот так, ребята, и живут. Птицы воды, животноводы, перепеловоды, кролиководы. Шо выращиваем, тым и довольствуемся. Здравствуйте, меня зовут Хитрук Елена, я заводчик перепеловод. Ребята, я не только реализую инкуб яйцо по территории Украины, и не только продаю органическое мясо для своих заказчиков, также вот таким вот прекрасным мясом, який мы выращиваем себя в хозяйстве и кормим максимально натуральными кормами. Кому интересно, можете ознакомиться у меня на двух каналах. Канал Хитручкин двор, там очень большая информация, то есть видео около полторы тысячи, и можете вы получить интересующую вас информацию. Значит, зарезали мы тушечки молоденьких петушков. Так как у нас племя хозяйства, и мы выращиваем племяну птицу с высокими показателями в мясе. Птица, перепел породы Альбинос Техасский, это самая крупная из мясояичных пород. И петушков, які не... Какимось там причинам Лена их бракует, я говорю, что и столько петушков нам не надо, значит, мы можем продать нашим благодарным заказчикам, спасибо, что покупаете, и также приготовить для себя вкусняшку. Так как этими днями, а уже конец марта, и скоро в гости до нас прийдет теплий Олекса. А там уже и по пятам будет наступать благовещение, значит, нам надо уже задумываться над тем, что садить огород, и также самообеспечивать себя фруктами, овощами, ягодами. И мясом-то мы себе обеспечаем, молодцы, умницы. Значит, хочу показать. Петушки не очень жирные. Мы сейчас их кормим с кормами с добавлением Реосил. И в одном из видео я вам загрузил, покажу, что у нас в корм иде до 20% травяной подкормки. Кому интересно, днями будет видео наблюдайте. И также кормим свою птицю гумовыми кислотами от компании Реосил. Так что уже орехи Лена не добавляем. В соевой макухе у нас уже много лет мы не применяем в корм нашим перепелам. И так как мы заболели ковидом, коронавирус, сейчас мы в красной зоне, купить нам последний месяц подсолнечниковую макуху. Поэтому не удаётся. Не удаётся. Так что перепела наши кормились без подсолнечниковой макухи. Жира у птицы нема. Вот столичка, вот столичка только жира. А вот благодаря, я так думаю, травяной подкормке у наших перепелов есть вот такая вот грудка. Есть мясо. Такие у техасских перепелов есть мясо. И я даже умудряюсь делать обвалку. И даже умудряюсь делать фарш. И что Лена ещё умудряется, подписывайтесь на канал «Хитрукий Лена Жизнь» и наблюдайте. Будьте нашими гостями. Дві стеклянные форми. Перепела. Тем временем, пока мариновалось мясо перепелу, я успела посадить цибульку, попасту курей. Всех на ночь уложила, перепелочек, курочек и кроликов. И сейчас пришла на кухню, буду колдовать. Буду сейчас сделать такую заправку. У меня есть кетчуп, той, что я сама делаю. И есть сметанка. А тем временем, я ещё что делаю? Отварила я вот такие потрошки. Это сердце, пупчик и печёночка перепелочек. Будем готовить в виде пасчета, но будем кушать в пирожках. Цей пасчет у нас будет в пирожках. Как раз чуть-чуть припасеруется цибулька. Делаю такую заправочку именно для перепелочек. Можно вообще налять туда 100 грамм воды, поставить запекать. Но мы сделаем, сейчас добавим сметанку. И сюда до сметанки, ребята, не майонез. Ну, может, и майонез. Значит, и до сметанки добавим кетчуп. Ну, цей манэ кетчуп, сделанный добавлением яблочного пюре. Есть у манэ разни, мы делаем вкусненькие и острые, и неострые. А тут яблочное пюре, а вин бишь, такий, ммм, яка вкуснятина. Сладковатый. Такой привкусаночек кабачковая икра. Сейчас это все расколопуткаем. Вот доброе, как есть свое. Ой, доброе. Как кетчуп есть свий. Как мясо есть свое. Ой, как смачно. Ой, как доброе. Так, и сейчас заляем. Прямо так. Сейчас так по мясу граненько, граненько тако наляем. Хотя можно было и пола, как Оля моя, чуваки, чуваки поробить, пообмаскивать. Так, беру я водичку сюда добавила. Помить посуду уже надо. Вот так. Десь по грамм сто, наверное, в каждую форму. Вот. Если бы я запекала, вот накрыв стекляной формой на стекляну, води даже можно было бы и не добавлять. Так, как я буду запекать, сверху накрывать фольгой, вот, дабы мясо не было сухим, сделаю я так. Что, Ольга, сюда еще можно добавить, Дуця? Сюда, до этого всего. Надо очень много добавлять. Чем меньше, тем лучше. Все отлично. Еще мы будем это кушать. Придумаем. Даже можно и само мясо поесть салатом. Так. Все. Умотала лялечки. И в духовку, а тем временем, хочу таки пирожков. Тазик теста мягенького. Так. Паштетик. Вот такий он у нас получился. Я его перемолола, потом трошечки прогрела, добавила два зубчика чеснока. И сделала вот такие вот пирожочки. Сейчас из таких пирожочков получатся. А получатся пирожочки. Олечка, две зайчики, какие мамы получились, а пирожочки. Парують в соку. Костя просил сделать, чтобы сочнейшие были. Выполняем. Опа. То, что просят наши диты. Вот. Хорошие получились пирожочки. Ой, вкусняшки. Ну, уже поздно. И кушать мы их будем уже завтра. Ага. Ну, возможно. Так, ребята. А мы наши ожидаем вот такие вот тазик мяса перепеленного. Но уже подготовлено, чистенько. Даже и ошмалене. Вот тушечки все чистейше. И такие тушки я и продаю. Буду я готовить очень вкусные блюда. С перепелов. Тут перепелов много. Ой, как много. А у перепелов грудиночка-то яка. Ай, грудиночка. А мясо яке вкусное. А мясо яке вкусное. Красота. Вот. Усадыла. Усадыла, дабы вам показать. Вот так получилась перепелочка. Сок есть. Це хорошо. Но я ж кажу, можно было бы водочки иной добавлять. Таких мясо молоденькое. Це свежий зарез. Мясо тоже пускай ес свий сок. Так. И пирожочки. Костя у меня тут пришел два пидьи пирожочка. И ще у нас есть на сковородочке. Вот такие получаются пирожки. С тим пасчетом печеночный, там сердечко и пупчики перепелов. А что мы будем готовить с цих перепелов? Можете писать в комментариях под цим видео. А можете подписаться на ютуб канал Хитруки Елена Жизнь. И наблюдать. Возможно, вы возьмете какие-то полезные рецепты, идеи. Вот для себя. Ребята, дуже тисто вкусное. А тисто я замешала, таке, я роблю на хлеб. Тихо, трошки, таке, ну, знаете, не таке плотное. Вот видно даже такие дырочки. А це весь пасчетик. Ой, вкусно, вам пахне? Вообще классно. Ммм. Хотя жарені пирожки вредно кушать. Печене надо. Але вкусно. В прикуску вот такий кефир. Молодька. Він такий, знаєте, грудочками. Хто п'є такий кефирчик? Напишіть в комментариях. Ммм. Там вот такие вот грудочки є. Густенький-густенький. Дуже вкусный кефир. Ольга, йди пробуй мамині пирожки. Мам, че сюди? Ой, вкусно. Ребята, вообще удачні пирожки получились. Ну, хазяйка є хазяйка. Хто себе похвале, як не сама хазяйка. Но вкусно получилось, гляньте. Можна кушать в удовольстві. Есть перепеловоды. Ну, вообще птицеводы. Они использують в кулинарию. То есть дома на кухні. Такі потрашки, як серце пупчик-печеночка. Вони просто выбрасують. Ну, потом идуть покупають говяжью печень или курину печень, дабы піднять иммунитет малышам, деткам. Ну, можно сделать вот так, паштетик він тільки добавить сливочне масло і мастить на хліб. Вот так, як паштет. А можно сделать вареники. Можно сделать такие, як вертутки. Ну, можно, що... Для мяса там і цей паштет можна добавить. Хочу сказати, що в мене сін вареники дуже вкусно з куфе. Клэсь давним, давно, лет тридцать назад. Мама так делала моя. Ставься хвостик. Дайте сюди їжь. Вареники. Вот так, ребята, і живуть. Птице води, животна води, перепела води, кролика води. Що выращуєм, тим і довольствуємся. Всего вам доброго. А нам смачного. Всем пока.